друзья я вот тут задумался как можно сделать самое самое дешевое пиво вообще из всех возможных по максимум можно сказать бесплатная только вот свой труд и вот так подумав поэкспериментировав немножко я понял что в принципе заморочившись этим делом ничего сложного нету солод можно сделать самому взял килограмм ячменя появились корешки уже по два по три по четыре иногда корешка солод наш готов корешки уже больше самого зерна в полтора два раза некоторые что дает нам основание начинать уже сушку отличный отличный зеленый солод ячмень стоит копейки сейчас растет хмель как раз созревает конец августа идеальные сроки сбора хмеля то есть хмель можно собрать дикий высушить его упаковать в морозил очку на год хватит ай какая красота хмель какие шишки мощные красивые вот они желтенькие лапулиновые шарики травяниста смолистый запах но очень очень приятный вот насобирали хмелька нам для одной варки хватит я думаю правда не знаю альфа кислоту поэтому может будет чуть горчить но для пива это тоже лучше сушить его для хранения надо в темном месте без солнца в проветриваем и когда оно станет уже сухими такими шелестящими его можно упаковать в пакеты и хранить в морозилке в морозилке вообще отлично будет ну так как мы сделаем фреш хоп в принципе если хранить в морозилке можно даже не сушить а будет свежий хмель даже так лучше будет в морозилке чем ниже температура тем меньше изомеризация вот этих вот альфа кислот то есть короче тем меньше он окисляется и превращается вот в нехороший запах старого чеснока или там каких-то там вонючих таких вот не знаю даже как сказать ну короче не не хороший запах получается у хмеля со временем поэтому чем меньше доступа воздуха и меньше температура тем дольше у него хранение есть лично все классно ну вот так для хранения идеальненько минус 15 на холодильнике дрожжи дрожжи как показал эксперимент фруктовые которые находятся на яблоках сливах там на малине отлично подходят для пива просто шикарно такой контейнер подготовил для хранения наших диких дрожжей сейчас его продезинфицировать надо кипяточком вот так промыть его сразу закроем он вот такое яблочко нам надо вот так мы его поймали отлично вы поймали наши яблочко с прекрасными колониями в стерильный контейнер все его закрываем плотненько и в холодильник не в морозилку а именно в холодильник в мороз убьет а там живые клетки живые колонии насыщенные водой они просто там клеточные стенки разорвутся при замораживании поэтому просто охладим они впадут в анабиоз и будут вот так вот хранится в холодильнике при температуре там 4 градуса например отлично будут храниться через какое-то время она конечно начнет там пропадать но мы до этого время успеем собрать нужную нам колонию вода вода колодезная или просто подготовленная которая там все равно доме есть сосмоса например то есть получается ячмень копеечный можно пренебречь дрожжи бесплатные хмель бесплатный вода бесплатная огонь на котором тоже можно бесплатно короче делаем абсолютно бесплатное пиво ну что друзья мои настал тот день когда мы решили доделать свое бесплатное пиво для этого я не стал заморачиваться со всякими там пивоварнями просто по простому кастрюлька вот такая вот у меня фигня для укутывания лопаточка ну и конечно наш термометр 46 градусов уже помололи 2 килограмма вот такая сеточка у меня красивая ну такого серо-бура малинового цвета тут я ягодки всякие замачиваю хмель бывает сейчас мы засыпем сюда солод и и затрем прямо в сетке температура 52 и 6 самая белковая пауза аккуратненько чтоб не перелилась норм вот так вот укутаем даже даже вот так засекаем 10 минут включаем плиточку наш ждем 65 укутываем и ну часик подождем часик подождем пока она осахарится так 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 теперь это всю фигню надо отфильтровать литра два осталось всего вся остальная вся остальная жижка вот здесь вот наверно сделаем так высыпем все сюда теперь все это промоем будем фильтровать так немножко мутненькая ну раз домашняя без приспособлений значит блеск без приспособлений ну что совсем неплохо получилось я еще сейчас чайничек поставил долью сюда полтора литра чтобы с учетом выпаривания где-то у нас получилось все те же восемь литров ну что пускай закипает покипит у нас минут 80 и закинем мы хмель где-то за час другую пачку я не знаю какой хмель какая-то мальфа то есть вот так вот сколько поместится за 60 минут и и за 20 минут до конца тоже вот такую пачку или даже две пачки для ароматики посмотрим какая там ароматика будет все ждем то есть вот так и и и и и и б 20 минут и закидываем еще сюда же. Варка закончена, запах такой непривычный, больше специями какими-то, после охлаждения будем засеивать нашими дикими дрожжами. Ну и теперь самое интересное, наш дезинфицированный ножик с яблочными дрожжевыми колониями. Ну что, вот и забродило наше бесплатное дикое пиво. Правда, диких дрожжей не получилось, 4 дня оно простояло. Короче, добавил обычных пекарских дрожжей. Вот этот пакетик стоит 5 гривен, вообще сущие копейки. Вроде отбегом. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья мои, привет. Привет. Наконец мы добрались до нашего домашнего пива. Больше года прошло. Хмель собирал в прошлом году. Дрожжи тоже прошлогодние. Но они не сработали, поэтому мы сделали, как вы знаете, другой вариант. Все в курсе, да, один я только. А нет, ты не в курсе. Игорьку я не говорил, что сделаем просто домашнее пиво. Домашнее пиво. Хочу просто узнать его независимую, скажем так, органолептическую характеристику данного напитка. Поэтому, что ждем? Попробуем. 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 Ну, выглядит пока хорошо. Выглядит отлично. Отлично. Нормальный пивас. Цвет шикарный. По словам ты уже пробовал? Нет, нет, не пробовал. Цвет шикарный. Карбонизация нормальная. Да? Не, все хорошо. Вид хороший. Идеальный. Да. Прям пиво. Да, прям пиво. Ну, нюхаем. Ну-ка, ну-ка. Я потом скажу свое мнение. Еще и за кадром скажешь. Ну что? Ну, много-много хлеба. Хлебная, прямо хлебная. Прямо вот буханку взяли, так вот скомкали в лицо. Хотя тут пшенички нету. Не, ну мне хлебом пахнет. Может быть где-то, знаешь, с таким, как бабушка в деревне делала давным-давно квас на хлебе, когда-то. Да, это хлебные дрожжи. Обычные хлебные дрожжи за 5 гривен пакет. Да, ВТБ. Короче, я делал, хотел дикие дрожжи с яблока снять. Но яблоко долго хранилось, поэтому там колонии сдохли. 4 дня, по-моему. Другие существа на нем появились. Да, оно не захотело заразбраживаться. Поэтому я взял по дешевке. Думаю, как хлебные дрожжи себя поведут. Ну вот сбродили отлично. Так а основа или потом все? Основа, солод, выращенный своими руками. Дикий хмель, собранный на огороде. И вот пакетик дрожжей за 5 гривен. То есть по максимуму хотел бесплатное пиво сделать. Ну, то есть себестоимость у него, ну, я не знаю, копеек 10. Нормально. Да. Нормально. То есть максимально бесплатно. То есть, возможно ли его вообще делать и пить? Ну, сейчас пока по запаху. Я же говорю, а ну, как бы, ну, ничего плохого. Ну, отдает немножко такой брашкой. Брашкой, может, да. Тестом хлебным. Больше в сторону ароматики, больше, как пшеничное пиво. Такое вот похоже. Ну, пусть будет так. Но все равно, я же тебе говорю, мне больше вот именно куассом отдает. Ну, куассность, бражность. Можно пить. Абсолютно не отталкивающие. Нет, да только все, нет, то я жарю, да. Я бы сказал тебе сразу. Ну, а жрем. А вкус прикольный. А вкус очень прикольный. Даже, да, ничего такого. Вообще бомб. Ну, сравнить, конечно, не хочу. Там это, ну, что-то, что-то вдалеке от забытого вкуса. Ну, жигулевское. Типа, типа жигулевского. Где-то так. Где-то, где-то похоже. Очень, очень. И послевкусие. Послевкусие вот хмелек идет. Легкая кислиночка такая. Солодовость. То есть, бражность, как бы, даже в послевкусии бражность пропадает. Вкусно. Не, ну, это хапать надо так. Я что-то думал, так будем тут разбирать на запчасти. Это надо пить. Знаете, друзья, вполне себе, то есть, имеет право на существование. Хорошая штука. Да. Если учесть еще и моржу. Практически бесплатная. То есть, можно сделать своими руками легко. Легко можно сделать. А сколько по времени? Ну, оно, то есть, год. Это ты собирал год. Да. Нет, оно отбродило буквально 7-8 дней. То есть, если не учитывать то, что 4-5 дней оно, по-моему, не забродило с диких дрожжей, то после засыпания хлебных дрожжей, оно, короче, отбродило за 7-8 дней. То есть, короче, хлебные дрожжи появились уже в процессе бизнес-плана, да? Да, да. Сначала хотел диких. Да, ну, и исправлял. Я понял. Вот. То есть, солод... Так бы не надо было покупать это еще и дрожжи. Ну, да, да. Я спланировал, что вообще бесплатно. Я понял. То есть, получилось, ну, затратили... Покупка солода, там, 2 килограмма, это, ну... Короче, ты создал пиццу. Три. Как они врачи говорят. В холодильнике все, что нашли, да, в печку. Ну, все, что на ороде нашел. Просто добавь воды. То есть, можно пить абсолютно под таранку, я думаю, вообще. Зайдет. Ух. Зайдет. Нет, это именно, вот, именно, как, скажем так, для простого, как понимания, классическое пиво. Народное пиво. Да. Классическое, да. С чуть-чуть, таким, брожноватым оттенком. Поверьте, это, если вы захотите разбирать на запчасти, а так, в принципе, если... Да. Сильнее. Ну, оно не противно пахнет. Это не такая сивушная брага. Это вот, как тесто, когда подходит, вот, свежее-свежее тесто. Вот такой вот запах. Да. Вот так пьется легко, вкус замечательный. Все очень бомба. Я даже сам не ожидал. Очень вкусненько. Я вкусненько. Надо было, я же говорю, мне глазки закрывать надо. Еще больше. Ты вообще ничего не знал. Ну, так, я тебе вообще не говорил. Ну, домашнее пиво и все. А, ну, да. Отличненько. Очень вкусненько. Нехтор. Вкусненько. За таранечкой. Тарань нужна. Да, как-то не позаботился о таране. И не такие бокалы. Надо... Да, кружечки. Можно. То есть, это можно вот так вот. Можно. Можно, да. Нормал дэк. И сколько оно, это, так сказать, плотность? Ну, это, ну, как жигуль получился. 11, да? Да, 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 да. Обычно питьевой такой... Ну, не лагерь. Да, если там, он получилось, бродил при температуре где-то 18 градусов, неделю, ну, это хлебные дрожжи оказались элимами. Да. Я уже, наверное, так же в подгузу понял. Ну. Так что, друзья мои, вполне себе нормальный рецепт, кто не хочет заморачиваться по-быстрому сделать пивка себе. И причем хорошая. Да, да. Не для гурманов там, а для всех. За недельку можно себе сделать. Эх! Легко. Пивка, да. И бочку заквасил там. На какую-нибудь свадьбу хватит. Да, вполне. Еще и денег соберете с них. Эксперимент считаю удачным. Вполне. Я уже пить собрался. Да. Ну, будем продолжать. Да. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...